Приглашаем в наш эфир гости Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор. Игорь, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Игорь, ну ведь это такие ясные вещи, даже ученика младшего класса, что если где-то прибывает, в другом месте должно убывать. Где же собирается брать деньги Кремль на то, чтобы продолжать войну в Украине? Потому что для того, чтобы начать, можно себе предположить, что были некоторые накопления, но мы понимаем, что реальная картина с ожиданием Кремля все-таки несколько не сходится. Едва ли рассчитывали затягивать так изначально. Так вот, где деньги брать будут? Ну, на что они рассчитывали, мы не ведаем. Возможно, что они и не надеялись на такое сильное сопротивление. Полагали, что оно будет слабым, и они быстро решат проблемы в пределах существующего бюджета. Но теперь экономика России перестраивается на военный лад, милитаризуется. И, конечно, это меняет и все финансовые потоки в стране. И мы видим, что уже все эти разговоры о корректировке налогов, они уже превратились в практическую плоскость, стали перемещаться. И мы видим, что идет уже подготовка реформы налогобложений, появится, судя по всему, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. И, судя по всему, появится даже прогрессивная шкала налогобложения прибыли компаний. То есть там уже речь идет о том, что, видимо, там тоже будет такая вилка. Возможно, что будет сохранен этот механизм налога на сверхприбыль, который был введен неожиданно для всего российского бизнеса в 2023 году. И за счет этого 300 с лишним миллиардов бюджет собрал. Вообще сейчас идет простая история. Одна единственная цель государства – воевать. Одна единственная задача – победить Украину, уничтожить Украину. Все остальные цели имеют подчиненное значение. И никто ни о чем не думает, ни о каком будущем ни страны, ни о том, как будут жить люди в России, никого в руководстве страны не волнует абсолютно. Поэтому любые решения будут приниматься, любые меры будут одобряться и изыматься. Деньги будут и у бизнеса, и у населения. Соответственно, будут, видимо, довольно серьезные корректировки системы прогрессивного налогобложения. Там собирается уже больше миллиона, насколько мы понимаем, сделать прогрессивную повышенную ставку. А миллионы – это, в общем, и не очень большие деньги в России. И самое смешное, что получают больше 80 рублей в месяц, а где-то только процентов 20 всего населения страны. Остальные – бедняки, у которых и таких денег в месяц нет. Но вот для тех, кто зарабатывает, кто имеет хоть какой-то бизнес, имеет какую-то профессию, имеет какую-то квалификацию, поэтому чуть больше заработаем, иначе ведут прогрессивный налог. Ну и, соответственно, будут отнимать у бизнеса больше. А это означает очень простую вещь. Если у бизнеса отнимают больше прибыли, то бизнес перестает расти, у него нет денег. Тем паче, что кредит в России дорогой очень, из-за инфляции ставки повышены. Ну и, соответственно, иностранные деньги не приведешь, потому что никто в России со своими деньгами приходить не собирается. Китайцы тоже никаким образом не собираются активно кредитовать Россию, да еще льготным образом. Ну, в общем, получается, что бизнес развиваться не может. И не то, что развиваться, но даже зарплату повышать работникам не сможет, потому что всю прибыль, которая могла пойти на повышение зарплаты, перед ним с помощью налогов в бюджет. Поэтому мы видим картину, что вот государство воюющее, военная машина государства, она живет вопреки интересам и бизнесам, вопреки интересам россиян. И это все от адвента на задний план. Хочу еще озвучить информацию, в дальнейшем с вами обсудить. Путин снова не выполнил обещания. Работники скорой помощи 17 регионов России записали обращение с жалобами. Говорят, что зарплаты слишком низкие, ну и прибавки к окладу в виде социальных выплат, которые анонсировал Путин, нет. Ранее глава Кремля сказал, что в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачи ежемесячно будут получать на 50 тысяч рублей больше, а медперсоналов среднего звена будут доплачивать 30 тысяч рублей. Услышим цитату и обсудим. Фельдшер старше в бригаде и, по сути, выполняет работу врача. А должностной оклад с медицинской сестрой одинаковый. И с 1 марта, после повышения на 7,7%, оклад фельдшера и медицинской сестры-анестезистки на скорой медицинской помощи составляет 12 188 рублей. Считаем это также несправедливым. Количество бригад на смене в два раза меньше положенного из-за дефицита кадров. А как было до полномасштабного вторжения? Насколько разнились действия с обещаниями? Всегда ли Путин таким образом, ну скажем, обманывал россиян и такие жизненно важные для России профессии? Всегда. Это стандартная практика российской власти уже очень давно. Он всегда обещает и никогда ничего не сбывается. Был, кстати, очень забавный эпизод. Он проводил очередную открытую линию. А он перед этим пообещал, что он будет добиваться повышения зарплаты научным работникам. А тут какая-то вполне благонадежная девушка, молодая ученая, ей как раз какое-то премию дали. Ее, соответственно, на линию пригласили, чтобы она благодарила президента. Она вдруг начала рассказывать, как ее круто обманули зарплатой, как ее сильно обвели вокруг пальца, и как она получает копейки, занимаясь научной деятельностью. Все эти обещания президента не сбылись. Скандал был большой. В общем, ее пытались даже как-то наказать. Но вот такая история бывает постоянно. Президент очень легко обещает. Люди в России в это почему-то верят. Вы, кстати, обратите внимание на цифру, которая прозвучала. Вы обратите на это внимание. Они назвали цифру 12 с чем-то тысяч рублей их зарплата. Между тем, минималка в России уже побольше. И уже, так сказать, прожиточный уровень уже побольше. То есть практически вам сейчас сказали, что вот эти люди, которые приезжают спасать вам жизнь, они живут ниже уровня бедности, они практически нищие. Потому что уже сейчас прожиточный минимум где-то около 15 тысяч в России, насколько я помню. То есть они практически нищие. Врачи приезжают спасать и фельдшера спасать вам жизнь. Они просят, чтобы им хотя бы за это хоть как-то платили. Но деньги на это не дают. Обычно делают какую-то комбинацию. Людей переводят на полставку. А потом они работают надверг, как бы получается, полставки. Но в рычаге получается, что вроде они формально получили больше. И средняя зарплата выросла. Так делали с педагогами высших учебных заведений. Так делали с учеными. Так делают вот сейчас с медицинскими работниками. И это будет приводить к тому, что медицинские работники будут еще активнее пытаться, кто сможет и кому хватит сил, уезжать из России. Мы уже видим эту картину, скажем, по российским учителям. По прошлому году промелькнула цифра, пугающая, конечно, совершенно, что за прошлый год из российской школы ушел каждый седьмой учитель. Вот вы представьте себе, как будут учить детей. Но президент Путин на это отреагировал бодрым заявлением, что нужно прекратить так жестко контролировать качество образования в средних школах России. Вот такой вариант поведения. То есть практически что происходит? Россия убивается. Уничтожается ее будущее. Нет хорошего образования. Нет хорошего влечения. Что называется, жить будешь, но недолго. Хотя и плохо, но недолго. Вот радуйся этому. У тебя будет расти смертность, у тебя будет сокращаться продолжительность жизни. Ты будешь тяжело болеть и не вылечиваться. Но это вот будет зато патриотическая твоя акция в пользу государства, в пользу президента Путина. Картина выглядит именно так. К зарплатам еще вероятно вернемся. Я хотела бы на теме медицины немного остановиться. А что по поводу финансирования списка жизненно важных препаратов? Насколько это финансирование сократилось, если вам известно? Потому что не так давно мы обсуждали, что в дальнейшем в России будет только усугубляться дефицит с медикаментами. Но ведь в данном случае речь конкретно о жизнях людей. Потому что некоторые люди без определенных препаратов не смогут продолжить жить. Ну поймите, что это никого в руководстве страны не волнует. Просто насколько это уже реальная проблема и насколько критично уменьшено финансирование? Уже происходит, потому что уже это заложено было в бюджете на этот год. И уже люди пишут, что ты попадаешь в больницу и там никаких лекарств нет, включая жизненно важные. Это вся надежда на то, что тебе родственники где-нибудь добудут и привнесут. Но беда в том, что и эти лекарства еще и добыть надо. Знаете, тоже непростая проблема, поскольку импортных лекарств становится все меньше и меньше. И даже не потому, что какие-то санкции были введены, и там фармкомпании боятся поставлять. Они бы им, может, и поставили, но Россия заплатить теперь не может. Банковские санкции очень сильно мешают оплате, поэтому из России уходят те компании, которые стали ждать прихода денег, поэтому уходят импортные лекарства, которые помогали. Остаются российские, которые работают плохо и не лечат, и мучают. И это, знаете, иногда вещи очень страшные. Когда ты разговариваешь с онкологическим больным, у которых был препарат как-то тормозящий развитие болезни, а теперь дают российский заменитель, который никакого положительного воздействия не оказывает. Но теперь и критических в больницах нет. Так что вот только надежда. Если ты не одинокий, у тебя есть родственники, и у них есть деньги, то они тебе принесут лекарства в больнице. Тебе сделают укол, поставят капельницу. Нет денег, но извини. Вот как судьба. И вот молись на иконы сейчас во многих российских больницах, в российских медицинских учреждениях. Сюда висят иконы, так сказать, радеясь на то, что Господь тебя спасет. Другого пути у тебя нет. Я еще также хочу озвучить информацию по поводу зарплат чиновников. Из чиновников риэлтора есть такая история. Зарплатами в России недовольны, оказывается, не только медики, которых мы вспоминали пяти минутами ранее, но из-за низких выплат волился глава Ленинского муниципалитета в оккупированном Севастополе Максим Сердюк. По его словам, в сфере недвижимости можно получать больше, чем на посту главу района. Поэтому он прошел специальный курс и вообще решил сменить поле деятельности. Тем временем, что интересно, в российском правительстве утверждают, что маленьких зарплат в стране нет. Средняя зарплата составляет 73 тысячи рублей, уверяет глава правительства России. Михаил Мишустин говорит, что все расчеты на руках и реальная зарплата в России выросла на 7,8%. Вот такое несоответствие данных. Но вместе с тем, мне интересно, некоторые чиновники могут сменить поле деятельности, условно уйти в риэлторы, куда угодно, любую другую профессию выбрать. Но ведь такая ситуация является благоприятной почвой для еще большего развития коррупции, которая и так достаточно влияет на Россию и на уровень жизни россиян. Насколько вы прогнозируете, что действительно уровень зарплат может в дальнейшем, такой низкий уровень зарплат может в дальнейшем и погрузить Россию в коррупцию, в увеличение, может быть, даже случаев бандитизма? Потому что, мне кажется, что людей рано или поздно до этого доведут. Но обратите внимание, что, скажем, вот по этому году, например, президент отменил индексацию зарплаты всем государственным служащим. И я полагаю, что в этом году будет это сделано и для всех бюджетников вообще. Потому что, ну, как бы денег нет, все деньги на войну, а все, что касается людей, второстепенно, второзначимо. Поэтому, конечно, масштабы коррупции будут расти, люди будут пытаться как-то прокормить свои семьи. Другое дело, с кого они это возьмут? Вот. Что же, так сказать, я, может быть, и хочу взять взятку, но мне надо с кого-то ее взять. Знаете ли, а если учесть, что российский бизнес находится не в лучшем положении, и я разговариваю с людьми из бизнеса, они находятся в тревожном ощущении, что если сейчас действительно поднимут налог на прибыль с 20 до 25%, то многие бизнесы просто закроются. Просто закроются, потому что они просто такую нагрузку не выдержат. Вы понимаете, двойной удар. С одной стороны, у тебя высокая инфляция, потому что деньги вливаются через военные заказы и огромный поток, плюс государство вообще занимается эмиссией денег практически без контроля. Поэтому высокая инфляция, поэтому высокие ставки Центробанка, поэтому очень дорогой кредит за счет кредита бизнес вести невозможно. Даже на пополнение оборотного капитала не возьмешь кредит. А с другой стороны, у тебя прибыль, которую ты с трудом заработал, отнимает теперь в большей степени. Значит, у тебя, в общем, денег нет, жить невозможно, бизнес вести в убыток нельзя. Тем паче, что теперь они ввели жесткое правило, что если компания разорилась, а у нее есть какие-то долги, то это все долги перекладываются на физических лиц, которые были владельцами этого бизнеса. И они теперь уже как люди физические, как физические персонажи будут банкротиться, потому что у них нет денег. То есть эта картина такая тяжелая, значит, соответственно, бизнесов меньше. С кого возьмешь взятку? Только с самого населения. Ну, оно же тоже не все богатое. Сейчас какие-то деньги идут только тем, кто идет воевать. Вот их, соответственно, деньгами заманивает. Сейчас уже появились некоторые регионы, где предлагают за подписание контракта на войну, значит, ты идешь воевать, платить до миллиона рублей. Вот сразу-таки подъемность, что называется. Вот эти еще могут платить, а большинство населения такое бедное, что откуда оно на взятки чиновника возьмет. Поэтому чиновник, может быть, хотел бы на взятках рожиться, но не очень понятно, с кого он возьмет. А те, кто получает огромные деньги на военных заказах, к ним, знаете, с этим не подойдешь, они тебя сами посадят. Потому что они все в связке с руководством страны, в связке с силовыми ведомствами, поэтому тебя с удовольствием посадят. Поэтому надежда чиновников сильно разбогатеть на взятках, знаете, очень такая проблемная тема. С кого возьмешь? Кстати, да, это очень интересно. Игорь, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова